Спокойные городские пейзажи постепенно наполняют мистические чудовища. Эти работы автор написал в 90-х, так художник воспринимал перестройку. Картины, отражающие внутренний мир Валентина Пурыгина, представили на выставке в Самарском областном художественном музее. Волнение за дальнейшую судьбу родины переполняло автора. На картинах среди обычных людей вдруг появляются крысы, Волга разливается и затапливает улицы города, огромный змей обвивает все старые постройки. Все вокруг меняется, как и ощущение художника. Ужас нарастает от картины к картине, а второй зал – это апофеоз страха. Природа кричит, она выпьет, она хочет как-то освободиться от этого человеческого вмешательства. И поэтому это работы, которые, мне кажется, сейчас как-то тоже очень актуальны на фоне современной ситуации. В коллекции Самарского областного художественного музея более двух тысяч картин Валентина Пурыгина. Самых разноплановых, а также эскизы. Поэтому у музея есть возможность устраивать вернисажи регулярно, при этом меняя тематику. Мы очень серьезно работали, проводили реставрационные работы, оформляли этюды, которые показываются многие впервые. Думаю, что впереди еще очень много выставок, которые прославят нашу губернию. Просмотр картин сопровождается звуками улиц, которые записали сотрудники художественного музея. Они еще больше погружают зрителей в атмосферу автора и помогают сопоставить современный город с городом Пурыгина. У каждого художника есть какие-либо образы, которые он не видел, но он может это представить. И это очень интересно. У каждого свое видение таких образов. И я хочу тоже этому научиться, найти для себя такое что-то новое. Работы Валентина Пурыгина можно будет увидеть до декабря. Гульфия Сафина, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.